Не зря в народе говорят, что хлеб всему голова. В кризисный период люди массово скупают продукты первой необходимости. Впервые за пять лет рост продаж хлеба увеличились на 3,1% с января по октябрь 2020 года. Такое в последний раз наблюдалось в 2008 году. Рост продаж хлеба эксперты связали со снижением доходов населения. Хлеб традиционно является относительно дешевым продуктом, который, естественно, становится более востребован по сравнению с более дорогими продовольственными товарами, которые становятся менее доступны при снижении доходов населения. В связи с экономическим кризисом, вызванной пандемией коронавируса, некоторая часть населения перешла на удаленную работу. Закрылись многие заведения общественного питания. Люди начали тратить больше средств на продукты, чем в то кризисное время. В период, когда происходили существенные закрытия различных организаций, производств и прочего, многие делали себе запасы. Непонятно было, что будет дальше, поэтому был повышенный спрос на крупы, на муку, на прочие долгоохранящиеся продукты. Несмотря на статистику о том, что продажи хлеба увеличились, не все начали покупать его чаще, хотя некоторые убеждены, что с прилавка в первую очередь скупается хлеб. В пекарни хлеба нет вообще-то, раскупают мгновенно. В обычных пекарнях пироги есть, а хлеба мало. Видимо, покупают больше. Забросили мясо, рыбу, икру черную перестали есть. Только едим хлеб. Мы наоборот, наверное, перестали покупать хлеб, потому что худеем, следим за фигурами. Ну, как покупал раньше, так и покупали. Честно, ради хлеба на все готово. Мнения людей разнятся, но снизится ли спрос на продукты первой необходимости, пока остается под вопросом. Инджемини Паева, Фарид Захидаглы, Ленар Довлетьяров, Универт Ньюс.